Вопрос 464. Всем известно, что бесы боятся крестного знамения, как огня. В церкви, в храме все непрерывно совершают крестное знамение. Почему же бесы не выходят из людей при этом? Отвечает Игнатий Лапкин. Давно ходящие в храмы преисполнены диким цнобизмом по отношению ко всем. И им уже ничего не нужно. Они знают все ходы и выходы бесовской силы. Они сами лечат, калечат, колдуют, привораживают и проделывают прочие бесовские манипуляции. И священники не могут про это не знать. Только не подумайте, что это худо так у других. А вот в Покровском или Никольском храмах в Барнауле еще можно терпеть. Тут-то положение еще аховее и еще печальное. Ибо столько лет натравливая народ против истины, а это прекрасная питательная среда для всех чертей и демонов, кикиморых и леших и домовых и тысячи тысяч суеверий и мракобесия, самого настоящего и неизлечимого. Тут центр средоточения бездны, духовной грязи и суисловия. Когда два священника в Изнесенском храме в городе Фрунзе покаялись перед народом, обратились к Богу, прося у народа прощения за свое небрежное служение создателю, отец Владимир Цветков и отец игумен Леонид Грошев, то они стали по-настоящему исповедовать своих прихожан и выявилось, что почти все занимаются волхованием. Священники стали принимать на испыть только в том случае, если их подопечные обещали и выполняли свое обещание принести все свои лечебные инструкции. И наносили им, и высота этих книг, их рукописи была, может быть, более метра от пола. Деяние 19 глава, с 18 по 20 стих. Многие же из уверших приходили исповедой открывать дела свои. А из занимавшихся чародействов довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. И сожгли, это и прекратили вообще причащать, а только молились и крапили водой святой. И только на последней, кажется, неделе по-новому стали исповедовать и с полным покаянием в этих бесовских лечениях. И исповедовавшихся, и покаявших стали принимать и допускать до причастия. И это еще не все. У этой истории есть и продолжение, но об этом в другом месте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok